И всем привет, ребят! С вами Старванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен одному интересному устройству. Это игрового формата видеоролик, который вы, наверное, ждали, наверное, вам они нравятся. Если это так, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Сегодня потестируем, посмотрим одно интересное устройство на молот, а именно дуплет. То самое устройство, которое уже на протяжении довольно длительного периода времени не является актуальным. Не является каким-то интересным и многие его уже списали на нет, но кто-то еще до сих пор на нем покатывал, поигрывал. Но я считаю, что это вообще полная чушь и бред. Но 23 числа на прошлой неделе у нас произошло изменение, с которым устройство дуплет стало более кучное и более грамотное. Я ни разу не катал после этого обновления с дуплетом, но сегодня хотел бы его потестировать и посмотреть, на что способен молот с этим устройством прямо сейчас. Все знают, насколько жесткий сейчас, например, тот же дыхание драхона на молот. Поэтому будет интересно посмотреть, что же покажет нам дуплет в матчмейкинговом бою. По корпусу викинг, по дрону, конечно же, бустер. Ну и смотрим, смотрим, что же покажет нам данная замечательная комбинация. Я не знаю, насколько будет жестко. Сейчас увидим. Главное это оценить и посмотреть, стоит ли вообще использовать данное устройство сейчас в реальном времени в матчмейкинге. То есть, например, вот если с такого расстояния у нас будет проходить неплохой урон, то, может быть, есть хоть какой-то минимальный смысл в использовании данного дуплета. Но я вообще считаю, что на данный период времени данное устройство абсолютно не является актуальным. Вот по 600, по двум танкам с довольно быстрой, наверное, перезарядкой. Но не знаю, честно, не знаю. Не знаю, стоит ли оно того. Пока что просто пристреливаемся, пытаемся максимум накидывать. А там уже решим, насколько оно жесткое или нет. Как вы знаете, вот эти вот два выстрела при грамотной отдаче с бустером, ну, могут нанести где-то около 4000, наверное. Критов, я так понимаю... А, криты есть! Криты есть! А как работают криты, я пока не знаю. Да, то есть, либо в одном залпе они там. Но критический урон наносит, я так понимаю, такой же самый, только максимальный урон. Да, то есть, если попадаешь не фулл дробью, то он просто у тебя как бы максимальный, да. То есть, 1900 вылетает. Окей, хорошо. Хорошо. Грубо говоря, у меня один молот в заряде, а не два. Да, то есть, только просто с небольшим повышенным уроном дополнительным. Но пока по кучности, если честно, я бы не сказал, что он прям кучно стреляет. Да, то есть, понятное дело, что есть критический урон, за счет которого ты можешь давать максималочку. Но а так, то есть, на средней дистанции, я бы не сказал, что он прям крутой. Да, то есть, крутой. Я бы, наверное, не сказал. Окей. 2000 по 1700. С бустером. 1800, 1700. Мало? Мало. Мало. Для такой дистанции это очень мало. Я считаю. Попробуем сейчас еще с бустером, ой, с бустером, с овердрайвом реализовать. Посмотрим, что можно тут с овердрайвом дать. Есть ли какой-то вариант с овердрайвом накинуть много дэмэджа, или же этот дэмэдж будет слабоватый. Давайте попробуем вот здесь вот так дать. Ну и теперь овердрайва просто накинуть. Два. Три. И больше. Никого нету, да? Обидно. Хорошо. Попробуем забрать точку. Все-таки играем на победку. И теперь отправимся на центр. На накидочку. Хорошо. Плюс килл. Но. Под 500 этого, конечно, мало. Очень мало. Я, конечно же, в голове своей прямо сейчас сравниваю это устройство с дыханием дракона. И для себя понимаю, что оно ничем не круче. Абсолютно вообще. То есть дуплет. Как был. Никчемным. Последние полгода, наверное. Ой, полгода, может даже больше. Год, наверное. Так он, в принципе, таким же устройством. Никчемным. И остается по сей день. Без никакого возможного. Буста. И возможности дополнительной реализации. Я думаю, что можно будет даже полноценно сейчас сыграть вот этот бой. На дуплете. А следующий бой взять сыграть на дыхании дракона. Дабы вы сами увидели ту самую разницу. Между двумя этими устройствами. Ну и... Не только я свою точку зрения высказал. Но и вы сами как бы увидели. Все, как работает на практике. Насколько сильно чувствуется эта разница. Хотя... Ну, говорят, забустили. Забустили. Да, то есть как бы кучной стало лучше. Но кучности это устройство не добавит никакого интереса. Никакого дополнительного буста. Единственное, это может быть какое-то там более удобное устройство. Да, для нубиков. Которые у нас не особо жестко играют. Да. Для них, может быть, это устройство будет чуть-чуть более интересное. Но и то. Как бы два этих выстрела. Я не знаю, на чем можно играть с этим устройством. Для меня оно полноценно умерло. Уже год назад. Может даже полтора года назад. И я с того момента времени абсолютно вообще не вижу смысла в его использовании. То есть, во-первых, оно неинтересное. За счет того, что оно дает два выстрела в один тайминг. У тебя идет сразу молот на перезарядку. То есть, это тот же самый бландербаст. Только с двумя выстрелами. И критический урон тут получается пониженный. На бландербасте он повышен. И все. Как бы у тебя нет никакого дополнительного эффекта крит урона. У тебя плохая кучность. Критический урон не вылетает часто. То есть, ну, здесь очень много минусов. И за что здесь уцепиться. И за что сказать, что оно реально крутое и нагибает. Ну, я не знаю. То есть, как бы по кучности я скажу, что дополнительная кучность, ну, не чувствуется. Не чувствуется, что она повышена. Серьезно. То есть, как бы да, можно там в упоре максималку дать. На средней дистанции я максималку не дам абсолютно никак. Хотя, якобы, кучность выстрела повышена. И значит, я на средней дистанции чисто в теории должен давать максималочку. Но я этого дать не могу. То есть, ну, в связи с этим я не вижу вообще никакого смысла использования данного устройства в матчмейкинге. Если у нас есть устройства, которые намного, намного лучше, намного шикарнее, намного качественнее себя показывают. Да, другой вопрос, если у вас, например, нету никакого устройства. Тогда да. Если у вас, например, нет дыхания дракона. У вас есть только там дуплет, который вам выпал с челленджа. Я не знаю, правда, с челленджа падало. Эта устройство не падало. И у вас ничего больше другого нету. И вы сидите и думаете. Так, что мне лучше взять? Молот без никакого устройства? Или молот, вот, например, с дуплетом? Здесь, наверное, лучше отдать предпочтение дуплету. И то, это спорное решение. Я не на 100% уверен, что обычный молот себя покажет хуже. Здесь, ну, по кучности такое себе, да. То есть, я дал больше 20 киллов, но... Ну, это больше, наверное, за счет викинга, а не за счет киллов, которые мне дала сама пушка. То есть, тут комбинация просто решает. А устройство это лишь дополнение, да. То есть... Ну, и теперь полноценно сравним дуплет с дыханием дракона. Тоже в контроле точек. Желательно, чтобы нам дропнуло тоже. Такая карта побольше. Не маленькая какая-то. Просто, если сейчас будет какая-нибудь маленькая, это будет не совсем честно. Надеюсь, тоже какой-то средняя большая карта будет. И уже посмотрим. То есть, в чем плюс дыхание дракона? В том, что у тебя молот, каждый четвертый, пятый выстрел, если я не ошибаюсь, дает критический урон. Он дает критический урон с поджогом. То есть, это, ну, дополнительный буст. Если обычные устройства по типу, там, дуплета, с лагеря, еще чего-то, они дают критический урон просто как дополнительный урон. И если ты, например, там, просто не свелся кучно, то у тебя слетает как фулл хп, а фулл дробь, то здесь, ко всему прочему, к этой фулл дроби, еще идет поджог. И если у него, у противника нет иммунитета, нет защиты от поджога, то урон довольно жесткий прилетает. Реально, довольно жесткий. И в общем и целом, ну, я не знаю, с чем сравнивать даже, да. То есть, здесь, с одной стороны, кажется, что оно не такое жесткое, это устройство, но, с другой стороны, я не знаю, с чем его сравнить с молотом, да. То есть, рядом не стоит сейчас, на данный период времени, по моему мнению, ни одно устройство, ни одно устройство на молоте не стоит рядом с дыханием дракона. Оно себя показывает, ну, полтора, может, в два раза жестче, чем другие устройства. Да, и все это благодаря вот этой вот замечательному поджогу, который в конечном итоге тебе дает дополнительный шикарный буст. Но пока в этом бою не идет все так шикарно, поэтому давайте пробовать. Было бы неплохо, мне бы хотя бы дать больше киллов, нежели в предыдущем бою. Пока все не так шикарно. Пять минут до конца. Пробуем влетать, пробуем контролировать противника с респа. Если будет получаться, будет круто. Пробовать дэмэджа здесь накидывать побольше. Отлично. Можно было бы дать килл. Я так понимаю, противник сомничтожился. Поэтому пока что курим. Пока что курим, еще и меня стопят. Жестко, жестко, жестко. Противник еще контролирует три точки. Может стоить чуть больше на контроль точек поиграть. В контроле уже попробовать. Позабирать. Ну вот, такие могут тоже хорошие выстрелы залетать по типу там ваншотов каких-то. Вообще в легенькую. Я очень сильно вот подсел на это дыхание дракона, если честно. Мне оно импонирует очень сильно. Я не знаю. Я не знаю просто, с чем его сравнивать. Но пока для победы в этом бою надо еще постараться. Еще надо постараться. Хорошо. Килл дал. Расстояние взял. Овердрайв есть. Желательно его было бы как можно быстрее реализовать. Я пока не знаю, где больше противников есть. Но было бы шикарно его реализовать. Отличные ваншоты залетают. Средняя дистанция с максимальным уроном практически всегда проходит. То есть если сравнивать, как я уже сказал, с дуплетом, то там на средней дистанции урона меньше. Если урона меньше, следовательно, смысл использования этого устройства уже намного меньше. Вы сами понимаете, да? То есть как бы есть чем сравнить. Есть чем сравнить определенно. И сказать, что дуплет там показывает себя хорошо, потому что ему там добавили дополнительный там какой-то маленький процент скучности. Но это неправильно. Определенно. Определенно неправильно. Может быть данный бой не максимально там качественно показывает дуплет. Ой, дуплет говорю. Дыхание дракона. Потому что я на баз, который еще ни разу не прожал овердрайв за полбоя, но хотелось бы просто побольше противников найти и не прожать на два танка. Но не мешай, пожалуйста, друг мой хороший. О, Габелла. Не, ну это Габелла я называю. Когда прожимаю так тайминг овер, еще ты падаешь вниз. Опять очередной овердрайв не реализован. 2.20. Ну хотя бы еще один бы накопить и каточку выиграть. Было бы более-менее нормально. Пробуем вкинуть. Также есть возможность хорошего критического урона по двум-трем танкам сразу. Да, то есть здесь молот очень такое крутое есть. Дополнение. С Блондербасом, конечно, залетает намного жестче. Но, но я бы так не сказал, что, например, с этим устройством оно будет намного хуже. Здесь тоже будет хорошая залеточка всегда организовываться. Нас осталось минута 40. У меня 11 килов в бою. И это не есть хорошо. У меня не прошел урон вверх. Это был лак или я не попал? Не понял, что произошло? Ну, пробуем. Пробуем вкидывать урон. У нас 3-4 противника катаются по респу нашему. Это, конечно, печально немножечко. Немножечко печально. Но мы не отчаиваемся. Сейчас попробуем надамажить. Возможно, слить. Пару-тройку оппонентов. Первый есть. Точку бы захватить было бы шикарно. Хорошо. Отбор третий. И есть возможность реализации овердрайва. Поэтому мы едем наверх. Здесь сейчас более-менее противников находятся. И попробуем такой овердрайв поражать. Еще бы был бы, конечно, овердрайв сверху, который я мог бы забрать. Был бы вообще шикарно. Забазил противника на прожатье овера. Это очень хорошо. Сейчас главное контроль второй точки. Если центр забираю, будет шикарно. Попробуем. Ой-ой-ой, жестко сбил. Центр мы не заберем. Это плохо. 20 секунд до конца. У нас три точки уходят на слитие. И это похоже на проигранную катку. То есть, если сравнить сейчас дуплета и дыхание дракона. То в предыдущем бою у меня получилось дать на нем даже больше. Да? Как ни странно. Как ни странно, удалось дать больше. Но, если бы я полноценно сравнивал, да? Может, это просто не лучший пример, не лучший бой. Но, если бы я бы просто сравнивал чистые, голые, теоретические характеристики данных двух пушек. Вернее, данных двух устройств. То здесь я бы даже не задумываясь, никак не отдал бы свое предпочтение дуплету. Но, на практике, бывают такие ситуации, как вы видите, где на дыхании дракона я даю меньше, чем на дуплете. Но, здесь уже больше, наверное, зависело от карты. От того, что противник больше контролил какие-то определенные тайминги. У меня не залетало. Плюс, реализация овердрайвов очень многое решает на молоте. Да и на любой, практически, пушке с викингом. И, если ты не реализуешь грамотно свои овердрайвы, то, понятное дело, что количество киллов у тебя будет значительно меньше. То есть, здесь, возможно, просто плохая реализация подвела меня. И, соответственно, дыхание дракона показало себя менее эффективно, нежели дуплет. Но, если сравнивать и если подводить итог, то при любом раскладе дуплет никак не может заменить дыхание дракона. Если у вас есть, условно, дуплет, вы можете попробовать на нем покатать. И то, я, ну, я уже не знаю, сколько, ну, как я уже сказал, где-то полтора года, наверное, прошло. И я никак не могу для себя подчеркнуть это устройство. Я считаю, что это устройство для нубов. И оно абсолютно не актуально в матчмейкинге, как бы его сейчас бы не пытались вернуть. Да, то есть, все, скорее всего, видят разработчики статистику. На этом устройстве никто не играет. Ну, и реанимация не прошла успешно, я бы сказал так. Как по мне, до сих пор это устройство не актуально, нубское, никчемное. Молот, для меня это чистое дыхание дракона. И все. С этими критами я не вижу вообще никакого смысла акцентировать внимание на какие-то другие устройства. Как-то так, друзья. Такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите свое мнение по поводу данных двух устройств. Пишите, что вы думаете по поводу дуплета. Ну, и на каком устройстве играете вы с молотом. Возможно, у вас есть какая-то своя стратегия, тактика по этому поводу. Напишите, почитаю. Будет интересно вашу позицию с этой точки зрения узнать. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.